А теперь поехали. Ну, в первую очередь, да, давайте представимся. Ребят, расскажите буквально пару слов, кто вы, где работаете и почему вы здесь, как вы связаны с кросс-платформой или нет. Раз, раз. О, меня зовут Данил Попов, я работаю в Mail.ru, андот-разработчиком. Вот, в свое время я пописал на Ксамарине, пописал кросс-платформенные движки на плюсах для игр. Вот, сейчас занимаюсь нативной андроид-разработкой, поэтому буду топить, наверное, немножко против кросс-платформы. Вот, ну, посмотрим, как там дискуссия пойдет. Всем привет, меня зовут Одещенко Кирилл, я работаю в компании Explode. Я пишу приложение на Flutter. Убер. Мне это нравится. Привет, меня зовут Борис Бенгус, я работаю в Достовисте, это Uber для курьеров. У нас нативный стэк, но при этом есть проект, который запущен примерно год назад, проект совместно с моим другом, и там React Native. Поэтому я скорее топлю за нативщину, но я попробовал кросс-платформу, я не голословно топлю против кросс-платформы. Вот. Салют, меня зовут Глазунов Кирилл, я нигде не работаю, но в свое время я пописал на React Native, и, собственно, за него я и буду топить. Раз уж такая тема, что все за что-то топят. Но, в принципе, я не против нативки. Отлично. Давайте поаплодируем. В первую очередь, огромная просьба, присаживайтесь поближе, потому что мы рассчитываем, что в формате нашего круглого стола это будет не просто рассказ ребят, не просто мои вопросы, а активно ваше участие. Если у вас появился вопрос, поднимайте руки, будет два микрофона с двух сторон зала, которые подойдут к вам и предспойлят вам задать вопрос. Поэтому огромная просьба, сядьте поближе и поднимайте руки. На самом деле, в первую очередь вопрос к вам. Ребят, почему вы выбрали стэк, такой стэк? Как вы его выбирали? Исторически сложилось. Я всю свою техническую жизнь, сколько я себя помню, занимаюсь веб-разработкой. И, собственно, JavaScript, React Native, React, они все на одной волне, и поэтому, собственно, тут и выбора-то не было. Просто очень легко вошел после Angular, как ни странно, не React, а Angular. Буквально за месяц, не зная о том, что такое вообще React Native, до момента, как я начал с ним работать, я его изучил, изучил все тонкости. Короче, порог входа был очень низкий, проблем не составил абсолютно. Дальше, дальше, дальше. Я топлю за нативщину, как я уже сказал. Я тоже в свое время попробовал, этот человек говорит, что на Xamarin пробовал, я и Xamarin попробовал, и Cardovo, и PhoneGap, и что только я не попробовал в студенческие годы. И от всего просто такое отвратительное ощущение отсталось. Невозможность контролировать процесс полностью, наличие багов в самой нативной платформе, от версии к версии, плюс баги в промежуточных этих прослойках. Отловить их невозможно, мертвые issues на GitHub, и vendor log, наличие в React Native в сообществе очень много, большого количества библиотек, написанных плохо, и их огромное количество, каждая минорная версия вызывает регрессивные изменения. В общем, все это меня заставляет топить за нативщину. Поэтому у нас исключительно нативный стэк, и мы счастливы. Сильно много пока не буду набрасывать. Дальше. Это он еще не набросил, вы поняли, да? Мне на самом деле показалось немножко, что мы сейчас выступаем в роли психологов, и меня очень болит. Да, вы знаете, да. Покажи, где React Native тебя трогал. Что, что, простите? Покажи, где React Native тебя трогал. Вот здесь. Поедем дальше. Спасибо. Кто расскажет? Да, не стесняется рассказать про свой опыт. Но послушаем его в конце. Если разобрать мой, почему я пришел во Flutter, я просто на одной из конференций GDG увидел то, что чуваки топили за Flutter, говорили, что это очень круто. Я подумал, почему бы не попробовать. Попробовал, мне дико понравилось. Так я пришел во Flutter. Почему именно в нашей компании мы выбрали Flutter? Также пришел такой же чувак, который был один из первых, кто писал в России вообще на Flutter. И он такой, блин, давайте что-нибудь намутим на Flutter. И мы начали делать приложение, где очень много экранов, и где есть очень много нативной разработки, даже на сях. И мы посмотрели, по перформансу нам подошло, и мы такие, почему бы дальше не продолжить на нем работать. Предыдущий рассказ очень похож на вступление в секту. То есть мне сказали, оно прикольно, я попробовал и рассказываю друзьям, что Flutter это нормально. На самом деле я немножко разочаровался в свое время в кроссплатформенных инструментах. Конечно, опыт у меня был с Ксомарином, и, наверное, он уже не совсем релевантен в современном мире. Но, тем не менее, в нашем приложении, в такой социальной сети, в мессенджере, примерно было 50% общего кода и 50% кода платформозависимого. И в тот момент я для себя не понял какого-то профита, потому что какой-то там буст в два раза, что мы пишем одно приложение везде, но не получилось, потому что UI тут свой, и гайды iOS свои, угла свои гайды. И, собственно, по этой причине я топлю за нативные приложения, потому что мне кажется, что у пользователя должен быть опыт, который привычен в его платформе. И когда появляются там флаттеровские приложения, еще какие-то, которые немного ломают пользовательский опыт привычный ему, то это не очень круто. Поэтому в этом плане мне нативная разработка нравится чуть больше, чем кроссплатформенная. Ну и какая-то Ксомарин, там были дикие конфликты с C-Sharp, с Java, и эти виртуальные машины конфликтовали, горбач-корректоры постоянно удаляли объекты друг друга. В общем, там тоже было веселухи, как правильно сказали. У тебя мало того, что есть баги в твоем коде, есть баги в самой операционной системе, и появляется еще одна прослойка, в которой тоже могут быть баги. И, соответственно, очень много таких слоев, где есть потенциально баги, и убирая только с платформы, количество слоев с трех до двух сокращается. Кажется, это чуть-чуть лучше, чуть надежнее, чем два меньше, чем три. Слушайте, очень интересно так получилось. Два чувака, которые выбрали натив, они сказали, мы прошли через кроссплатформу, они уже начали набрасывать, почему натив это плохо. Поэтому, грубо говоря, я выбрал, грубо говоря, меньше изол. При этом на самом-то деле хотелось бы услышать, почему вы выбрали, если выбрали кроссплатформу, или почему вы выбрали натив, я в принципе понял, потому что остальное хуже. Ну, конкретно в моем случае, сейчас так получилось, что я тоже разрабатываю мессенджеры, вот, и мессенджеры – это очень сложное приложение. Там очень много чего происходит одновременно. У нас там порядка 60 потоков сейчас что-то в приложении делают, получают из сети, качают аватарки, картинки, и в FF Impact там какие-нибудь видосы жмет в фоне. Вот, и, ну, очень много такого нативного кода, и перформанс важен, и работа без сети важна, и всего такое. И, на мой взгляд, Flutter конкретно наша задача бы просто не решил сейчас. То есть Flutter хорош, в моем понимании, для тонких клиентов, там, для какого-то e-commerce, там, наверное, это прям идеальное решение. Но вот в сложных приложениях, в моем понимании, кроссплатформе, ну, не место, потому что с ней скорее больше проблем, чем профитов. Ну, это мой опыт, я не говорю, что это прям абсолютно правда. Тут понятно было, почему ты выбрал на самом деле Flutter. С собой вопросов не было просто. Давай, наверное, пойдем тогда чуть-чуть из того, что вот я вижу уже наброс на кроссплатформу. Давай тогда скажем, вот ты используешь кроссплатформу. Где у тебя болит? По чесноку только. По чесноку болит то, что очень мало сотрудников можно захарить хороших. Вот в этом проблема. Про то, что если тебе нужен хороший айосер, который будет писать нативный код, ой, это просто невозможно найти айосера, который согласится тебе писать нативный код, и потом, если что, его помочь интегрировать во Flutter. Это дикая проблема. С чем еще проблема такая, возможно? Ну, наверное, сейчас с персоналом проблема. Потому что нет людей, которые действительно хотят. У нас практически все, кто выполняет техническое задание, это, наверное, процентов 90, они как выполняют техническое задание, окей, мы им даем еще какое-то задание, они его просто не выполняют и уходят. И такие, блин, мы попробовали, мы поняли, что это не наше. И проблемы с персоналом дикие. Потом, что еще во Flutter есть такого? Да, наверное, прям такого, что прям болит, дико нету. Вот вы ему верите про то, что вот единственное, что болит, это персонал? Почему? Почему вы ему не верите? Кто не верит? Давайте объяснить, почему не верит. Я просто приходилось пользоваться как Замарином, так и React Native. И как бы после того, как я проникся двумя этими чудесными платформами, к сожалению, я стал атеистом. И Flutter уже, да, поэтому я не верю. Смотри, Flutter работает по-другому. Если разобрать под коробкой, как все устроено, во Flutter есть такой движок хромовский, с KIA, который очень быстро все рендерит. Благодаря этому у нас UI нереально быстрый. И чуваки из Flutter сами говорят, что к 2020 году мы хотим 120 FPS. Это круто. 120 FPS, это, наверное, всегда прикольно, но они вот переписали стандартную библиотеку, чтобы симулировать UI-китовые вьюшки и UX-паттерны, но там анимация немножко в тайминг не попадает. Да, это была проблема, они уже это решили. Недостаточно плавная. Была эта проблема, я честно говорю. И вроде выглядит как приложение, но как будто это вот, знаешь, есть Lego, а есть китайские подделочки. Вот это как будто китайская подделка. Да, ты поднял правильную тему. Да, я вот об этом забыл. Но проблема в том, что мы делаем приложение, в котором дизайн абсолютно идентичен, и он не зависит от платформы. Да, мы делаем что-то вроде там свечей, такое оно нативное. Ну, в смысле, оно выглядит как нативное. Оно эмулирует нативные виджеты. Но, да. Ну, то есть вейш это подходит чисто под твой кейс, потому что у вас очень похожий UI. Но зачастую все-таки следует учитывать UX-опыт и какие-то UX-паттерны, которым привык пользователь той или иной системы. Я говорю, что были проблемы с купертино-виджетами. Это все знают, но в недавней версии они поправили их. И поправили достаточно хорошо. И после того, как делали опрос, было 79 недовольных процентов пользователей. Купертино-виджетами сейчас стало около 50. Ну, блин, там за месяц это достаточно крутой прогресс. Ну, это явно быстрее, чем у React Native. Ну, тебе никто не мешает сесть и написать свои кастомные. Спокойно. Вперед. Тем более ты же это сделал. UI-серч контроллер. Да. Окей, а есть кто-то, кто еще не верит? UI-серч контроллер, пацаны. Всем продам UI-серч контроллер. Хорошо, так как набросил. Привет, меня зовут Егор. Такой вопрос. На чем написан вот этот рендер-движок, то есть гугловый? То есть, ну, как я понял, что он вроде как на OpenGL. И что будет, когда Apple скажут, типа, до свидания, OpenGL. Типа, вот, у нас только металл остался. Ну, то есть, получается, будут переписывать под разные, типа, платформы? Я не работаю в Google, я не знаю. Сова концептуальный мыслитель. Честно, в движке Flutter чуть-чуть не на OpenGL он работает. Я точно, я не могу сейчас утверждать, но, насколько я знаю, там построено все чуть-чуть по-другому. Там не используется OpenGL. Там работает чисто соски, которые работают не совсем с OpenGL. И когда я спрашиваю у чуваков, реально из команды Flutter, как у вас там все под коробкой работает, мне одни могут ответить одно, другие другое. Да, есть, можно посмотреть исходники, но я этим не занимаюсь. Добрый день, меня зовут Саша. У меня такой вопрос. Смотрите, ключевое, как бы, ожидание, да, от кросс-платформной разработки, это два приложения по цене одного, да? Вот. Насколько это, по-вашему, оправданно, если считать по труд с затратом? Ну, если реально посмотреть наш опыт, не два по цене одного, полтора, да, но не два. Ну, в смысле я про то, что получается дешевле не в два раза, а примерно в полтора раза. Полтора, а хуже, по вашей оценке, насколько, то есть насколько падает качество? Качество кода или чего? Качество конечного приложения. Но это субъективная вещь, которую сложно оценить. Я понимаю, что это субъективная вещь. Ну, можно как-то примерно оценить. Я думаю, что это хороший вопрос, но мы к этому перейдем чуть-чуть дальше. Почему? Потому что тут все-таки мы чуть залезли в дебри, когда вот людям понравился флаттер. Ты чувствуешь уже это? Да. Можно добавочку добавить, чуть-чуть набросить, да? А хочется ли вам делать приложение в полтора раза дешевле, ну и положим на четверть хуже? Но оно не выходит на четверть хуже. Мне никто не мешает написать нативные. Ой, боже мой, нативные. Мне никто не мешает написать мою кастомную анимацию. Мне никто ничего не мешает. Спокойно. Все для тебя есть. Если тебе что-то не нравится, пиши. Пиши свое. Время, деньги. Время, деньги, но, например, UI search controller. У меня нет этой проблемы. Я пишу четыре строчки, у меня все работает. Я могу немножко вбросить со стороны React Native и сказать, что это не полтора приложения по цене одного, а два с половиной по цене одного. Мы добросим туда еще и веб. Поскольку это React, там все не очень хорошо. Он сказал полтора. Он сказал полтора. Нет, ну там все не очень хорошо с вебом. Блин. Когда мне пишут чуваки в личку, чувак, почему у меня не работает, например, там shared preferences в вебе. И я такой, действительно, почему не работает shared preferences в вебе. И, ну, да, вы можете построить что-то, платформа независимая на флаттере, но пока все, что есть для веба, это так. Чуваки сами из гугла говорят, что мы играемся. У них много чего сделано там на конвайсе. До тех пор, пока они не объявили, что это релизное, как бы странно заявлять, что там что-то не работает, как бы это альфа, бета, все такое. Но если мы не берем React Native, потому что вот они уже сколько лет живут, еще даже не релизнулись, как бы там вот по-другому это работает, насколько я понял. Какой ваш опыт? Вот ты вот iOS разработчик и у тебя не болит. Я тебе не верю. Да, я сейчас расскажу. Во-первых, и на Сашин вопрос частично отвечу, то есть там два по цене одного, полтора по цене одного и прочее. Ну, условно говоря, если быть честными, я изначально утопил прям против React Native очень сильно. И я себя винил за то, что я был голословен, потому что я не попробовал, я не поварился в этой каше, а я там начинаю гнать на чуваков, которые там, ну и так далее. И как-то так совпало, что год назад мой товарищ, ну, помимо основной работы моей в DestoViste, год назад мой друг решил сделать проект Сарафан. Это, ну, типа, профи.ру только с уклоном на GetContacts. Это рекомендации через телефонную книгу профессионалов. И он говорит, слушай, я ничего не понимаю в разработке, я ведущий, я хочу сделать такую штуку. И он нанял там на фрилансе двух React Native разработчиков и одного эликсирщика делать бэкэнд. И, слушай, чувак, ты вроде там разбираешься, можешь мне технически помогать. И я не в роли разраба, начал потихонечку вписываться, что там получается. Потихоньку команда там менялась, расходилась, и мне приходилось лезть в React-проект. Соответственно, там куча проблем. Ну, типа того, что там приложение сворачивается, у Rails Session зависает, возвращаешься, оно по тайм-ауту падает. Чуваки не понимают, что в iOS это особенно работает. Или там с пушами какие-то особенности. Работа с бэкграундом. И, в общем, плюс там какие-то минорные изменения в самом React Native. И ты обновляешь, у тебя отваливаются там одни виды. Их начинаешь подтягивать. Ты опять отвечаешь, почему React Native или там просто платформа плохо. Я говорю, ты юз-разработчик. Что у тебя болит? React Native мне болит. Я отвлекся от изначальной мысли своей, что приложение условно может поделить на две категории. Это приложение, которое работает со спецификами всякими штуками, типа там локации, пуши, фоновая обработка, вот как сказали, FFMPEG там жмется и так далее. Вот, например, мы у курьеров там трекаем локации. Нам очень там важно там в миксит режиме там геофенсингом, пресайсинг, пресайс трекинг какой-то делать. В React Native, блин, это нереально сделать одновременно на Android и на iOS. Ну или это будет очень дорогая разработка нативных модулей, которые будут бриджиться к React Native. То есть это первая категория приложений, которым нужны очень какие-то специфичные штуки. А вторая категория приложений, это контентные приложения, которым нужно просто показывать вьюшки, получать из API картинки и показывать. Вот в этом кейсе React Native это ок вообще, с головой. Ты запустился, проверил гипотезу, у тебя стартап, ты не можешь тратить денег, реально. И там набрасывать из-за того, что, блин, React Native это плохо. Ну нет, здесь этому место. Как только тебе нужно что-то более серьезное, более точная работа с нативными сервисами, то это React Native становится болью. Как iOS разработчика, у меня, наверное, ничего не болит. Ну есть какие-то стандартные вещи, мы, например, в верстку пишем кодом, мы не используем сториборды. И вообще проблема то, что в платформе layout можно заниматься 10 способами, да, это проблема. Come on. Swift UI там выйдет, наверное, станет что-то лучше, но пока лучше это фреймы. Все украли у Flutter. Это болит, да, это болит. UI search контроллер ты часто переписываешь? У меня просто UI search bar, я скрываю navigation, можете на меня кинуть помидорами. Я не использую UI search контроллер, потому что в его transition lifecycle трудно вписаться. В общем, UI search контроллер это плохо, мне не нравится. Мне интересно, знаешь, у меня в принципе ничего не болит, но при этом я использую вот это решение, можете меня вкинуть помидорами. То есть это хак, который как бы большинству не понравится, и при этом ты говоришь, что у тебя ничего не болит. Ну не знаю. Я, короче, просто тоже не стремаюсь для своих реализаций какие-то вещи делать самостоятельно. Многие начинают накидывать, типа, что это велосипедист, зачем ты пишешь, есть готовый и бери его и используй. Но вот это плохо. Невозможно контролировать код, который написан кем-то, и когда он разработан кем-то. Тем более, когда это vendor lock еще и на фреймворк целый, который прям… Мне кажется, вот тебе самая сложная ситуация. У тебя, грубо говоря, тебя фигачит и Android, и iOS, и Flutter. Ты тут просто сел в углу и ждешь, когда же меня перестанут фигачить. Что у тебя болит? Можно пока передать микрофон? Я накину еще и на iOS заодно раз. Слушай, я Android-разработчик. Ну да, давай, давай. А у тебя не болит, что минорный апдейт Swift'а ломает компиляцию просто, AB несовместимый и вот такие всякие штуки? Ну слушай, со Swift 2.2 было больно переезжать, а со Swift 3.0 на 4.0, на 4.1 уже не так. Все там ок. Твои данные устарели. Не болело, но зудело просто. За Swift 2.2 это было очень больно. И это было ошибкой в 2015 году написать приложение на Swift 2.2. Больше я таких ошибок не допускаю. Это единственное, что было больно. AB несовместимость, компилив, две любые разными версиями компилятора. Посмотрите, парни, если бы вы писали на Futter, такой боли бы не было. Или на React Native. Поэтому давайте послушаем про боли React Native. Я сначала отвечу на эти набросы. Во-первых, когда вы пишете на Native, у вас тоже есть модульная система, у вас есть поды, у Java тоже что-то есть, у андроидной. Как вы выбираете эти поды и эти модули? В библиотеке, да, зависимость. Ну как, конкретно у нас есть политика такая негласная в команде следующая, что мы берем стороннюю любу, только если там хотя бы на 70% понимаем, как она работает. Берем, читаем код чужой любы, смотрим, что там под капотом, потому что мы несколько раз справили баги в чужих любах, там по реквестили. То есть мы один раз взяли любу, у которой была проприетарная нативная часть, обожглись и выпилили ее. С тех пор мы этому правилу строго следуем. Поэтому мы не берем любые вот так вот, у нас не 500 зависимости, там на кучу разных библиотек, мы их осмысленно выбираем, разбираемся в том, что мы берем и вот у вас примерно вот такой подход. Ну и все-таки в андроиде есть какой-то стандарт де-факто для каких-то там вещей, ну типа там работа сети, там мог хттп, например. Ну вот такие вещи. Очень хороший вопрос. Я часто набрасываю на перлабах, на каких-то этих мероприятиях, когда мы обсуждаем. В первую очередь нельзя вендор лочится, что я подразумеваю, когда ты, например, впиливаешь Alamo Fire, это самое популярное, либо для работы с сетью. И когда ты прям в конечном коде модуля, где тебе надо, прям вызываешь Alamo Fire там, реквест там и так далее, это плохо. Ты весь свой код пропитываешь кодом твоей сторонней зависимости. То есть ты оборачиваешь, делаешь какую-то протокол, грубо говоря, ну или в Java интерфейс. Грубо говоря, ты делаешь, например, достовистый API клиент. Ты понимаешь, что этот мужик у тебя ходит в сеть и программируешь своими мужиками. Делаешь конкретную имплементацию. Достовистый API клиент Alamo Fire, в нем имплементируешь все эти методы. Затем, когда ты отказываешься от Alamo Fire, весь код пропитан твоим интерфейсом или протоколом, и ты переписываешь только имплементацию. Соответственно, код тестируется, код макируется и выбрасывается либо нет вендерлока. Вот и все. То есть на самом деле не так важно, ну количество тоже важно на самом деле, на каждый чих там не надо либо вкрячивать. Но если элементарными правилами безопасности при использовании сторонних библиотек ты пользуешься, а именно я их перечислил, ты закрываешься своими заглушками и подменяешь только имплементацию, то это тебя избавляет от боли завязывания на проприетарный формат и протоколы, и стандарты. И ни в коем случае для ядерных каких-то кичей ничего не надо впиливать такого. То есть максимум, ну там сеть, там с кичейном не кайф разобраться, возьми либо под кичейном, но положи, закройся какими-то заглушками. Для чего тебе кичейн нужен? Например, чтобы сессию сохранять. Сделай там session storage protocol и положи session storage protocol ss keychain. Выкинь ее потом, положи другую. Вот как бы мой ответ такой. Не знаю, ответил или нет. Нет, ты не ответил. Ты сказал, как вы используете библиотеки, но не сказал, как вы их выбираете. То есть работа через абстракции, это понятно, это хороший стиль. По звездочкам, количество звездочек, количество куриков, поддержность. Я думаю, у тебя плохо слышно. Он сказал по звездочкам и по активностям, короче. Ну окей, я понял. Я к чему это все? Это к вбросу о том, что еще одна прослойка с багами. Ну я как бы не отрицаю, что в андроиде полно багов, которые костырятся каждый день. Еще есть 180 вендоров, которые клепают свои железяки, не разбираясь, как вообще АОС проработает. Ну как бы, ну да, с этим приходится жить. Это больно. Я страдаю. Потому что у меня еще речь не дошла, о чем у меня болит, поэтому я еще не отвечал. Я забираю инициативу, не очень хорошо. Я закончу. Окей. Наверное, вы все правы на этот счет, но у меня вот это не болит. Вот совсем. Может быть это потому, что я из веба, и у нас этот MPM, будь он проклят, с миллионами зависимостей и школьниками написанными, и нормальными. Потом лофтпад удаляют и все, да? Чего удаляют? Ну, либо, который строку дополняет пробелами слева. Заголов древненный, доброс. И все поломалось во всем интернете. Ну, бывает и такое, ладно. Так, а что болит-то? Сейчас я дойду, погоди. Окей. Перебил меня. Прости. Болит у меня персонал. Это есть. Найти iOSера. Тут проблема в чем. Когда ты пишешь на React Native, то с большой вероятностью ты джейсер. Когда ты джейсер, ты с большой вероятностью не знаешь Котлина, не знаешь Objective Swift и так далее. Человека, который будет писать модули только вот, чтобы ты их чуть-чуть заиспользовал, то есть у него там два часа в день на это найти, очень сложно, особенно хорошего. Ты найдешь Джуна, который будет писать, извините, не очень качественный код. Поэтому найти и держать хорошего разработчика, ну, тупо стыдно. Вот. И тут есть проблема. Поэтому приходится писать самому. То есть надо изучать Swift, Java и лезть в этот код. Это болит. Тут есть боль. Но тут все зависит от выбора, пожалуй, фреймворка, скажем так, и бизнес-задачи. То есть если есть задачи, вот как правильно мой коллега слева сказал, где много взаимодействия с нативной частью, ну, выбирай Flutter, потому что он шустрее с этим, он лучше с этим работает, либо выбирай нативку. Если у тебя история про то, что тебе иногда надо постучать в натив, и все остальное у тебя крутится в своей песочнице, ну, как бы тогда у тебя выше озвученной проблемы нету, и ты можешь спокойно на JS писать под две и даже три платформы частично, и радоваться этому. То есть сколько я… Чуть больше двух лет я писал на React Native, не отрываясь, при этом время от времени на React переключаясь, и сильных прямо болей у меня не было. Ну, кто-то тоже верит ему? Ладно, есть кто не верит. Один человек не верит, ну, остальные верят. Ну, слушай, не будем туда спрашивать. Почему у тебя болит Android? Вот ты, если сейчас скажешь, что ничего не болит, я очень сильно посмеюсь. Да нет, вообще болит, там болит просто каждый день. Камера веб-вью болит? Камера и веб-вью. Может, он их не использует? Нет, ну, у нас за камеру есть отдельная команда, которая отвечает. Свою камеру. Да, да, 8 человек. Она не болит. Пускай болит у них. Да, это проблемы индейцев, шерифа. Ну, вот. То есть у них там 8 крутых спецов, которые починят камеру. Болит сам Android, конечно, болит, потому что понятно, куда сейчас движется Google, каждый год поднимая требуемый таргет API. Понятно, что они хотят сделать, как в iOS, чтобы все было свежее, модное, современное. Но при этом они не предоставляют никаких альтернатив, закручивая гайки здорово. У нас были серьезные проблемы с работой в фоне, потому что Google запретил использовать сервисы. Вот. Всякие джоб-диспатчеры работают с 21-й версией API, мы поддерживаем 19-ю. Какие-то там еще инструменты работают только при наличии Play Services на устройствах. А у нас есть девайсы, где нет Play Services. Вот. Work Manager был в Альфе, когда с ноября Google уже требовал отказаться, затаргетироваться на Oreo. И это все жутко болело, потому что Google требует, но ничего не дает взамен. Вот. И понятно, зачем они делают все эти джетпаки, чтобы порог входа в Android снизить. Но все эти любые, ну, очень странно работают. Они в Альфах. Если открыть, например, я недавно открыл What's New, ну, changes в Room, что они фиксят в версиях. Там просто какая-то дикая дичь. Там были такие баги, которые просто я посмотрел, и Room не стал использовать, честно говоря. Вот. И... Ну, это стрёмно. Вот. Такие вещи болят. Ну, и болит, конечно, ни для кого не новость, что 180 вендоров, которые делают устройство на Android, и ты у себя запускаешь, все хорошо. Потом прибегает QA и говорит, слушай, тут на вот Xiaomi за 3000 рублей, короче, у меня не ходят там уведомления пуши. Вот. Ты такой, ну, окей, начнешь разбираться. Оно, ну, так вот, просто Xiaomi наплевала на документацию официальную, примитировала какое-то поведение по-своему. И с этим приходится жить. И это, конечно, боль, 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 боль. И вот, то есть я не могу сказать, что у меня ничего не болит. Болит. Интересно, типа там Gradle, там, да, типа там традиционно. Ну, с Gradle я просто смирился. Я две недели переезжал со второго Gradle на третий. Вот. Ну, собственно, со второго плагина, Gradle плагина для Android на третий. У меня развалилась вся кодогенерация. Там просто был кошмар. Я уже думал просто уволиться. Но я нашел силы и добил эту задачу. Я просто смирился. Просто понял, что альтернатив нет, но не на том же собирать. И, ну, тут ты просто смирился. Мне кажется, если спросить еще несколько вопросов у iOS команды нативной, там будет тоже, типа, я просто смирился, у меня ничего не болит. Просто все хорошо. Ты про Gradle напомнил еще вот более свежего. Ты создаешь пустой Android Studio проект. Просто вот из коробки шаблон. Он компилится. Но Gradle подсвечивает, чувак, вот у тебя конфликт зависимостей. Ты говоришь, блин, друг, ты только что сгенерируешь шаблонный проект. А ты подключил Google Maps, подключил support library. И оно просто, ну, там есть внутренняя зависимость, зависимость, зависимость. И там версия 1.0.1, а тут 1.0.0. Я не могу разобраться, помоги мне. И ты такой, друг, ну ты же система сборки, разберись сама. Она говорит, нет, я без тебя не могу, крешится, падает. И это прям взлит, бесит. На самом деле тоже. И даже Google не обвинись, потому что Gradle, ты не Google. Это отдельная компания. Но это тем не менее тот toolchain, который ты используешь для того, вот нативной разработки, ты же не используешь другой. Базель, базель. Ну, он еще хуже. Если мы возьмем, ты говорил фразу, что, в принципе, понятно, куда движется Google, куда движется платформа. Мне понятно, ладно. Мне на самом деле непонятно. Потому что, с одной стороны, я с тобой согласен. Есть движение, которое понятно, что есть вот Android закручивает гайки, iOS наоборот их откручивает понемножечку. Я чуть поясню свою мысль коротко, извини, что перебиваю. Я просто, я 30,5 года преподавал Android студентам, и я четко убежден в том, что Android это вот такой, скажем так, низкий порог входа относительно, но весьма сложно писать хорошие приложения. То есть такой easy to learn, hard to master. То есть склепать Hello World может любой реально, особенно джетпакинг на каком-нибудь. Но сделать приложение, которое нормально работает, поворачивает экран, не крэшась, работает без сети, на всяких там Xiaomi, Samsung реально тяжело. И, видимо, Google вот своими всеми этими инструментами пытается эти дырки закрыть, чтобы разработчикам было как бы easy to learn и easy to master. Вот, к этому они движутся. Но получается так, на троечку. Это все, что надо знать о нативной разработке. Поворот экрана, крэш от приложения. Ну, я утрирую, конечно, но с этим проблемы есть. И как бы все про это знают. И все равно каждый раз что-нибудь ломается. Слушай, на самом деле вот хорошо было бы интересно сделать. Типа вот я Android-разработчик, и у меня болит. И там ходит другой кто-то из зала. Я iOS-разработчик, у меня болит. Я просто не верю, что вот сейчас самый неболящий остался iOS-разработчик, который говорит, нет, у меня все-таки не болит. Кто есть iOS-разработчик, и у него болит? Можно сказать, что у тебя болит? Можно микрофон? А может, я даю. Боли в iOS-разработке, они на самом деле не от того, что ты там пишешь под iOS, а из-за инструментария. Это Xcode, это Swift, это как и все равно. Это не iOS у меня болит, а это не нативная разработка. Это что-то другое, я смирился. Ну, с интерфейсом боли не так много. А то есть, Кейт, у тебя нет боли, когда ты делаешь на iPhone 5, и на iPhone, например, там уже десятку и выше. Вот разный UI у тебя, ты вообще не болит. Легко все делать. Да нет, ну все еще остается SE, под него иногда чуть-чуть больно верстать, но это будет и на крослоформе, и на нативе. Справедливая же боль. Текстовый редактор на 6 гигабайт, ну это же стрёмно, реально. Типа подсветочка слетает? Нет, про Xcode все что. Ну, бывает слетит подсветка, но у тебя режим ноутпада. Не то, чтобы особо больно так, знаете, чуть-чуть. Там уже дали микрофон. Там был кто-то сзади, кто будет говорить или уже не будет говорить. Еще есть разработчик, у которого… Я могу дополнить ответ моего коллеги. Болит на самом деле Xcode, причем болит сильно. У нас был локальный мем, что утро начинается не с кофе, а с фразы, там нецензурная лексика, Xcode. Потому что он упал. Ты добавил новый импорт в твоем multi-language проекте в bridging header, чтобы код был доступен в свифте. И когда ты написал точка H, он упал. Просто вот именно на хедеры. Ладно, а ксибы не болят, а коды не болят. Что еще не болит? Нет, коды… Ну, коды это у всех по-разному. У кого-то болит, у кого-то нет. Ксибы, ты знаешь, очень большое количество способов наверстать UI появилось. Свифту я добавил еще один и по-любому добавил новые баги. И во всех способах, которые ты используешь, особенно если их очень много в проекте, каждый несет за собой какие-то костыри. Например, в ксибах тебе нужно edges, fox, standard layout занулять. А в остальных случаях не надо. И то есть у тебя… Ты можешь написать какой-нибудь базовый view-контроллер, который у тебя используется по всему проекту. И в каких-то… Для какого-то вида UI тебе что-то одно отваливается, в втором месте другое и так далее. И вот коллега сказал, что у него не болит UI-кит, но… Нет, UI-кит болит очень сильно и search-контроллер в частности. Так что как-то вот так. Что-то iOS начинает больше болеть. Болит-болит, болит очень сильно. Инструменты рефакторинга болят очень сильно. Как можно было выпустить такую красивую анимацию, правая мышечка, рефакторинг. Оно там ищет. Но оно собака работает каждый через 10 раз. Ты что-то там поделал, у тебя индексация идет, нажимаешь рефакторинг, оно ничего не делает. То есть вот от этого у меня бомбит. При этом они впиливают поддержку там эмодзи в коде, свифт можно на русском писать, картинки можно сразу там использовать, имидж там. Все нужные вещи пофикшены. Вот toolchain, да, toolchain очень болит. Инструменты, я согласен с Вадимом. Я скажу, что с UI-ом ничего не болит, но потому что мы не поддерживаем iOS ниже 11.2. И скорее всего волевым решением с осени мы не будем поддерживать ниже iOS 13. Серьезно. Сколько дней прошло, как она вышла? Мы уже накатились, но нам нормально. Но мы, скажем так, у нас особенная разработка. Но очень болит работа с пучейзами. Это прям боль. Я ненавижу Apple за их инструменты работы с напучейзами, за инструменты тестирования и напучейзов, которых просто нет. То есть чтобы протестировать триал покупки, ты должен создать 10 Apple аккаунтов и выкинуть их сразу после тестирования. А сэндбоксом? Ну, какая разница? Если ты хочешь триал потестировать, один триал на один сэндбокс. И все. Типа больше ты никогда не активируешь. Типа ты должен заново создать, чтобы активировать триал. То есть мы прям плакали, когда это делали. Ну, все равно ты должен… Нет, в смысле тебе нужно прям все равно с нуля… Ну, тебе нужен аккаунт, который ни разу не активировал триал. А если тебе нужно, например, добавить новую триальную покупку, и ты уже используешь… У нас, например, около… Ладно, ладно, это уже решение. Давайте обсудим… А я, пожалуй, перенести хочу полотно. Вопрос к реакту, если это коррелируется с вашим… Да. Вот скажи, как у вас… Бывала ли такая проблема? Вот сейчас вот в том втором проекте, о котором я говорю, который React Native, есть проблема, что в 12.3.1 конкретно есть бага, который вызывает просто крэш. По стек трейсу просто RCTV, 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 многоточие RCTV. По стеку JS тоже ничего не понятно. И отслеживается это четко только на девайсе дизайнера и еще там у какого-то количества пользователей. Каждый раз пытаемся пофиксить, собираем эту сборку. Если у дизайнера падает, значит, не пофиксили. И это как бы оно в проде. На всех остальных девайсах все нормально. У меня есть ответ на самом деле. Я могу очень сильно помочь. Просто поднять версию реактора? Нет, там ошибка в нативном коде, ты просто до нее не доходишь. Вы сталкивались с таким, что реально в проде ошибка, не связанная с вашим кодом. Вы все делаете правильно, собираете правильно. Нету рассинхронной между нативной частью и там код пуш, нету код пуша, там все там делается, встраивается. Вот непонятно, как фиксить. Вот как вы такое ресерчите, как вы разбираетесь? Может кто-то в зале есть из React Native разработчиков. Вот что с такой ошибкой делать? Я отвечу за React Native разработчиков. Спасибо. Я недавно чинил баг, где стек трейс в какой-то системе виджетов Самсунга, нет ни исходников, ничего, и ты просто сидишь, чинишь методом тыка. Что-то на своей стороне починил, падает. Что-то починил по другому месте, падает в другом месте. Так, так, так и заработало. У меня примерно такой же ответ был, как поймать льва в пустыне. Раздели пустыню пополам. Есть лев в одной стороне? Нет, значит он в другой. Делишь дальше. Ну то есть локализуешь багу, стараешься отрезать кусками, так же находишь. Мой самый непонятный баг был связан как раз в Endrap, на самом деле на андроиде. Это было банковское приложение, и вот у замдиректора банка был Samsung. Большого банка. И вот в момент, когда он совершал перевод, в определенный момент начало просто падать. Вот происходит, перевод выполнен, зависает полностью весь смартфон, и перезагружается. True story. Ну в общем, оказалось в методном ресерче, что на определенном версии Samsung, только на Samsung, определенной версии андроида, определенной версии ядра, и определенной версии сборки этого ядра происходит при определенной анимации. Вот такая штука. Можно дополнить? По поводу багов, перезагружающий телефон, я как-то еще в своем личном приложении делал поддержку проигрывания в FM-видео, но в iOS ее стандартно нет, поэтому я подключил какой-то сторонний плеер. И там глубоко в исходниках был какой-то флаг, который менял способ, как он это видео отрисовывает. И я как-то обнаружил, что если я этот флаг поставлю, то у меня видео проигрывается гораздо лучше. Но я его поставил, у меня долгое время все было хорошо. Потом вышел 11 iOS, и мне пользователи начали жаловаться, что у них после нескольких просмотров видео просто заверсают намертво iPhone, и его нужно перезагружать. Я так и не разобрался, в чем была эта проблема, я просто сменил флаг обратно и выпустил новую версию. То есть я вообще не представляю, как можно из юзер-кода сделать так, чтобы iPhone завис. Собственно, зачем я все это спрашиваю? Давай. Подожди, я вспомнил еще одну багу, примерно такую, как ты описывал. Была тема у нас приложение с картой, с поиском, и оно стучалось на сервак. И у одного из акционеров карта не показывалась в продакшене. Когда начали раскапывать, потратили там пару часов и дошли до того, что у него на телефоне была выключена передача данных по мобильной сети. То есть это вообще в настройках, в коде все нормально, но при этом данные не приходили. Немножко код был написан, понятное дело, коряво, что не обрабатывалось ситуацией, когда данные не пришли и висят. Но у него просто это не работало, и решали это потом уже отдельным кейсом. Так вот, вернемся к следующему. Есть ли, зачем я это спрашивал, я еще отвечу чуть-чуть больше, но идея как раз следующая. Из тех из вас, вы каждый выбрали свой стек, как-то к нему пришли. Вы жалеете о том, что вы пишете сейчас на вашем выборе и хотели бы вы его сменить? Нет? Ну, я слушаю вас всех, у вас там болит с UI, болит много с чем, с вендорным. У меня это не болит. Просто не болит, потому что Flutter использует отрисовку на Ski, и я не завису от вендора, я спокойно могу все сделать сам. Ну, у тебя же не отрисовка, например, пуши у тебя же точно так же болят. Пуши болят, согласен. Все, что связано с нативом. Воспроизведение, погоди, Flutter не натив? Что, что, что? А, нет, Flutter натив. Ну, я имею в виду, вы поняли. Ну, я понял, что все связано с платформой, наверное. Да, да, да. Ну, хорошо. То есть, собственно, типа те же боли, которые есть у них, скорее всего будут и у тебя, но не все, естественно. Все. Да, но частично. Я прям маленькую ремарочку. Она не болит у тебя, но болит разработчиков Flutter. И рано или поздно они что-нибудь пропустят и заболит у тебя. На каком-нибудь Самсунге во Flutter. Слушай, ну, на самом деле, это вот мы все, получается, в такой ситуации. У нас и все болит. У меня, у него, у iOS. Вот везде, как бы, где-то кто-то пропустил, там дальше болит. Ну, Прайфос, может, сменишь на React? Вот, смотрю, ты уже пытаешься. Ну, да. Ты же проект даже начал. Вообще, ты сейчас стесняешься признаться, что ты просто вот кайфуешь от React? Да, это вовсе-то и не я, это мой друг начал. Ну, да, да, слышал я такую историю. Ну, камон, короче, если быть честным, вот реально, это стартап, по сути, на инициативе делается. Нет денег там особо нанять там стека андроидчиков, стека iOS-ников. И реально там заднее лево периодически там что-то подписать, это окей. И это работает. И самое, что прикольное, можно очень быстро тестировать гипотезы. Есть такой инструмент, может кто-то знает, Microsoft CodePush. Это штука, которая встраивается. Ну, то есть с React Native приложением поставляется JS, большой файл, бандл JS, который лежит статически, как бы компилируется и поставляется вместе с основным приложением. CodePush – это штуковина, которая позволяет тебе, если ты нативную часть не менял, скачать JS-бандл свежий из сети. И очень быстро позволяет тестить гипотезы без прохождения ревью в Store. Да, вы сейчас там скажете про ремоут конфиг и нативную часть, но это сильно лучше. Ты можешь прям, потому что чтобы тебе поддержать ремоут конфиг, в нативном приложении, например, этот код надо написать сначала. Встраивается какой-то тоггл и так далее. В этом плане React Native крутой. У тебя есть небольшая гипотеза, бизнес-гипотеза, ты ее быстро проверяешь. Тебе относительно неважно, что там приложение чуть менее качественно, чуть-чуть флакает, анимация тупит, оно чуть медленнее работает. У юзеров experience другой совсем. Они привыкли к Android, оно выглядит одинаково. Я не говорю, блин, сетчбар не нативно выглядит. Сколько раз iPhone X быстрее предыдущий? Или вот последний iPhone? Я каждый раз смотрю презентацию API, и потом в 10 раз быстрее, чем предыдущий процессор. Ну да, потому что это нивелируется. Это нивелируется. Уже пофиг. Здесь это окей. Когда это чуть-чуть быстро проверить бизнес-гипотезы, это супер. Я считаю, это кейс React Native. Как только это какой-то, ну уже крупная какая-то компания, это какой-то сервис известный, там более-менее. И не знаю, мне кажется, только победа у нас, наверное, из крупных игроков делать что-то на React Native. Вот я знаю ребят, которые API-телефонии занимались. У них был личный кабинет, у них Qt-команда. У них это тоже вот из реальных кейсов. Не потому что React Native или Flutter это модно и круто, это за ним будущее, а реальный кейс. Я за это уважаю команду, когда реальный кейс бизнес рассматривается. Это API-телефония. Был личный кабинет вебовский и на Qt написанный для Mac и для Винды. Это личный кабинет управления API-телефонии. И мир уходит в мобайл. Перед ребятами поставили задачу сделать личный кабинет для мобилок. Они взяли Qt-мобайл, потому что им не выделили денег на то, чтобы нанять команду мобильных разработчиков. И они с болями, с костылями, но они сделали это Qt-приложение, кроссплатформенное. Он работает, он решает бизнес-задачу. Камон, это самое главное. Здесь я вот уважаю ребят. Это они рассказывали на DevConf в прошлом году, кажется. Я не помню название компании. Слушай, ну Qt-приложений его очень много. Взять тот же самый 2GIS, и потом как сильно они с этим боролись. То есть тут скорее это отголосок того, что вот когда еще не было ни React, ни Flutter, Xamarin еще был, грубо говоря, не самый популярный. Уже тогда писали Qt-мобайл-приложение. И вот это вот про это. Перебью 2GIS под Qt только под Android. На iOS нативный. Я просто к тому, что я за здравый смысл. Когда это уместно, когда это решает задачу. Вот коллега говорит, он из веба, он какое-то время, у него очень низко удалось войти через низкий порог там и так далее. Оно решает бизнес-задачу. Окей, здесь оно тоже решает, видимо, ты сейчас скорее отвечаешь, грубо говоря, почему люди переходят на вот кроссплатформу. Потому что решают бизнес-задачу, потому что удешевляют косты, потому что вот kill feature, который вечно говорится, вам не нужно два разработчика, чтобы писать единого газовая база. Меня от этого бомбит, что люди, вот React Native, нативка, за ним нет будущего, вот от этого у меня бомбит. Да вы используете не поэтому React Native, а потому что он решает бизнес-задачу и экономит немножко бабки. А не потому что там это суперкрутая штука, и мы вас порвем там и так далее. То есть когда бездумно школьники входят и начинают вот это вещать на сообщество, и все подхватывают эту волну, вот бомбит от этого на самом деле. Я не матерился, да? Да, не надо. Окей. Можно закрывать рот, как бы там отворачиваться, передавать микрофон. Передайте слово кому-нибудь. Да, там есть еще рука у нас, и даже две уже много рук. Можно немного еще на кросс-платформу набросить, конкретно на Flutter. Потому что React Native такой проблемы нет. В общем, Apple почти в любой версии iOS любит незначительно даже, но менять дизайн почти всех своих ее элементов. То есть там, например, тот же search bar, про который сегодня речь была, он менялся в девятой оси, в десятой и в одиннадцатой. И если ты пишешь на Flutter, там, разумеется, есть контролы, которые косят под нативные, но обновляться они будут далеко не сразу. То есть там будет сентябрь, выйдет новый iOS. С нативным кодом тебе просто нужно пересобрать приложение новым X-кодом, и у тебя все будет выглядеть по-новому. Ну, с багами, разумеется. А вот сколько придется ждать с каким-нибудь Flutter, непонятно. Сверху на тему такой проблемы нет, что он как бы там нативный контрол использует. И речь еще даже не только про изменения всякие мелкие. Вот, например, темная тема появится. На iOS я даже бетка собирал приложение, над которым я работаю. Я на экране логина там за 10 минут накосылял поддержку темной темы. А вот как это будет на Flutter, например, делаться и через какое время? Вот вопрос. Ну, смотри. Получается, если выходит новый iOS, выходят новые гайдлайны, допустим, по дизайну. Тебе ничто не мешает, еще раз повторюсь, сделать самим. Да, Google говорят, что у нас с этим будут проблемы. Они это понимают, что, блин, мы не можем пойти в Apple за полгода, попросить новые гайдлайны и успеть сделать к релизу. Они сами говорят, что это невозможно. Да, мы можем сделать это с Android, но тоже соусоуверится. Вот. И есть большое комьюнити уже достаточно англоговорящих людей, которые пишут на Flutter, они могут тебе помочь. Вы можете объединиться, спокойно сделать это. Тебе никто не мешает делать плорриквест в сам Flutter. Да, с этим есть проблемы. Согласен. Еще раз, это комментарий о чем? Это комментарий о том, почему Flutter плох. Я не говорю, что Flutter плох. Я указан. Или там минус его. Ну да, я на нее писал, так что я не... Но идея как раз к чему? То есть типа не писать на Flutter, потому что вот так или что? От кого ты ее хочешь занести? Ну нет, просто вопрос был в том, что вот есть проблема, она как-то будет решаться, ускорена. У меня не будет этой проблемы. Ты понимаешь, что это архитектурная проблема Flutter. То есть он не может выходить, поделать поддержку вот новой фичи, которую он не знает от EPUA, как бы до того, как Apple ее представил сам. Ну тогда можешь сказать, что указал на боль Flutter. И по поводу того, что ты предложил свои контролы делать, вот ты там сделаешь свой search bar, который будет выглядеть, как на 12 оси, вот после даб-даба посмотрел, сделал. Но потом как бы Google сделает свое, и ты там можешь счет на кассырич, тебе придется обратно на стандартный переходить. Это тоже дополнительная работа. Ну во Flutter, в бете, конечно, я могу протаскивать спокойно любой нативный виджет. Если мне прям дико будет гореть, я протащу спокойно нативный виджет, и у меня все будет работать. То же самое, темная тема. Мне никто не мешает написать нативный код, просто протащить его во Flutter и относительно это релевантно выставлять тему. Ну там, да, давайте пойдем дальше. Потому что это такая спор про то, что типа Flutter, какие минусы есть Flutter, их можно накинуть и, грубо говоря, сказать, чем это плюс. Ты просто понимаешь, что этот инструмент про это. Сейчас погоди, Стас, там сзади уже человек стоит. Привет всем. Меня зовут Саша, у меня ничего не болит, потому что я менеджер. Я тебе не верю, чувак. Правильно делаешь. У меня вопрос такой. Жизнеспособна ли идея отгородиться от операционной системы абстракциями везде, где это возможно, и пилить на кроссплатформенных инструментах только бизнес-логику? Отвечу я. Насколько просто платформа будет зависима приложение? Если тебе нужно просто, я не знаю, отображать какие-то картинки из сети данные, без проблем, да, вообще. Ты можешь сделать спокойно на Flutter это и для веба, так же, как и на React Native. Но если тебе нужно что-то более нативное, платформенное, тогда в этом есть боль. Но всегда есть плагины, которые это решают. Я могу отгородиться от операционной системы, даже там, где… ну, от UI отгородиться абстракциями и только бизнес-логику пилить на кроссплатформенных инструментах. UI строить нативный. Понимаешь? Чтобы у меня была одна команда, которая подобие операционной системы пилит бизнес-логику. Но и там, и там от бизнес-логики они отгородятся какими-то абстракциями. И UI будет по-разному реализован. А бизнес-логика одна. Я немножко отвечу на этот вопрос, потому что он чуть-чуть выходит из логики повисания, которую мы хотели бы построить. На самом деле, да, ты можешь это сделать и будет все нормально. И вот способы решения того, как ты это будешь делать, или там тот инструмент, который ты выберешь, он будет позволить тебе быть… короче, либо болезненный, либо менее болезненный. Самый менее болезненный из того, что тебе сказали, был в предыдущий доклад от ребят. 77% кода идентичны, как бы Ctrl-C, Ctrl-V, бизнес-логика может реально очень сильно хорошо копироваться на типа Kotlin и Swift, как бы и быть хорошо. Либо там выбрать либо Flutter, либо React Native. Но переключение между Flutter и другим языком, найти он, например, будет стоить денег. Поэтому с точки зрения чистоты, либо не более, предыдущая будет самая простая. У тебя было дополнение к этому вопросу? Я бы просто хотел бы вернуться на повествование. Или ты конкретно… Давай вернемся к повествованию. Хорошо. А вот смотри, смотри, ты вот сказал то, что да, я могу вот это сделать, и вот это я вот тоже могу сделать. Флаттер, да. Типа я могу вот это сделать, я могу вот это сделать, я могу вот это сделать. Но у тебя очень идет удорожание с точки зрения бизнеса. Ты будешь тратить время, и вот деньги компании, ну, своей, в которой ты работаешь, на то, что ты вот будешь там делать pull requests именно во Flutter. То есть, например, если вот ты делаешь это нативно, ты делаешь это в long term, ты это делаешь намного дешевле. А вот и основной кейс, то, что я хочу сказать, то, что Flutter React Native, он все же не подходит для long term разработки. Он подходит только для каких-то маленьких стартапов. Вот то, что тебе нужно быстро-быстро-быстро запуститься, как вот говорили. А дальше разработка становится очень дорогой, потому что вот, например, в случае с React Native у нас было несколько проектов, у нас была очень дорогая поддержка. Ну, вот эти вот groundbreaking changes, про которые я говорил как раз-таки, это вот они кровью написаны. То, что у нас проект, у нас пришлось перепиливать полпроекта, потому что вот эти вот groundbreaking changes, groundbreaking changes, и мы вот через полгода тронули проект, и мы очень много времени потратили на то, чтобы он просто, блин, запустился. А уже его релизить на старой версии React Native был нельзя, потому что там был старый SDK, который уже не может уйти в store. То есть все. Вот такой кейс, то, что на маленькой дистанции все хорошо, а если смотреть длинную дистанцию, все, блин, очень плохо. Вот. Ну, смотри, наше приложение, которое мы сейчас разрабатываем, мы разрабатываем уже около трех месяцев. Ну, оно достаточно большое, оно массивное. А я думаю, типа, вот плюс. Ну, блин, Flutter зарелизился 4 декабря. Он очень молодой. Нереально. Но на самом деле есть более старое приложение, которым уже несколько лет. Да, да. Посмотрите их story, их опыт. Я думаю, на самом деле тут проблема чуть в другом. Если посмотреть на вот майнсет, который есть вот у всех у нас, который обычно говорится, это про то, что, типа, чуваки, смотрите, одна кодовая база, вы пишете один код. Но, и вот если мы посмотрим, на что делал Swiss, что сделал Kotlin, чему они пришли, 77 процентов, чуваки, вы сами это говорили, они, код практически копипастится. Такой проблемы, что вот кодовая база разная, как бы все меньше становится. Потому что языки очень похожи, инструменты очень похожи. Что, мне кажется, вот вы все сейчас увидели, или там, если подумаете, чем откликнется эта идея у вас, это то, что, ребят, как бы одна кодовая база, это не kill feature больше. А kill feature это toolchain и framework. У кого не болит framework нативный? Я думаю, таких рук не будет просто. Потому что, если вы столкнетесь с точки зрения удобства, этим framework много лет. И они очень неудобны. Если мы просто ради прикола попытаемся сравнить, просто реализация флаттера, она более свежая, можно точно так же взять и React Native. Они в React Native и флаттер очень похожи, но есть немножко такие архитектурные отличия, которые точно так же. На самом деле, если захотеться забросать какашки, можно и первый, и второй забросать. Но ты понимаешь, когда ты берешь инструмент, какие у него есть плюсы и минусы. За что ты готов платить, за что ты не готов платить. Так вот, идея в чем? Что если мы посмотрим на фреймворк, то сравнение было на самом деле очень большое с флаттером. Например, точно так же покрасить, сделать градиентик. В андроиде мы берем и фигачим XML огромный документик. В флаттере одна срока. Где наш фреймворк, который, кстати, в IOS как, градиентом, если захочу вьюшку раскрасить, это будет сложная задача? Что мне для этого будет нужно сделать? Там, во-первых, миллион способов это сделать, но в принципе это возможно. Это не прям чтобы страшно. Можно даже лейерами раскрутиться там и так далее. Насколько это долго по разработке и насколько много кода? Ну, если миллион способов, понятно, что уже много реализации. Грубо говоря, если у тебя есть, если это не джун, и если у тебя есть макет, в котором четко указаны параметры градиентов. Во-первых, указать параметры градиентов нет стандарта, ну как бы он есть, но такой. Если ты видишь четко конкретный параметр градиента и дизайнер адекват, может тебе объяснить, где какие процентовки, радиальный это градиент или какой, его можно сделать. Но если ты джун, как бы тут. Тут еще раз, если мы скажем, тоже типа мерить, как бы типа там на 10-й там тоже сеньор сделать градиент на... XML не надо писать, скажем так. Это там три минуты, как бы, но тебе это надо знать, помнить, как бы держать в голове, как бы и все это писать. Главное, самое главное, не так удобно, как типа одна строка. Ну что там одна строка, грубо говоря, там... Ты просто точно так же говоришь, вот здесь new градиент и параметры. Можно не использовать слово new. Я банально... Ну да, Dart2, спасибо. Идея заключается в следующем, что мне кажется, что новым килл-фичером все больше становится фреймворк и толчейн. Если мы посмотрим, что делает Android, что делает Flutter, что делает React Native, они выпускают новый... Ну, по сути, решали раньше проблему единой кодовой базы, а сейчас уже решают большую проблему более удобного фреймворка. То есть это еще один уровень абстракции, про которого говорили, когда мы как-то уходим от платформы, либо остаемся все-таки на ней, там, приедем к саппорту и там куча всего остального. Но я предлагаю, на самом деле, там продолжить эту мысль, наверное, уже на автоплате и, наверное, без микрофонов, потому что с микрофонами что-то на таком большом пространстве сложно. Я предлагаю это сделать без микрофонов и вот там вот с пивом или здесь, как думаешь? Там, в столовой. А, в столовой с пивом, короче, с чипсами, водой, то, чем хочет, и стоя рядом, короче, и вклиниваясь друг к другу. Давайте поблагодарим наших экспертов. Спасибо. Вы еще сможете с ними пообщаться. Там еще были слайды, кстати, какие-то. Да, там есть еще слайды. Да, Android в лицах. А, да, подписывайтесь на канал, читайте текстики и слушайте идеи, которые я вот набросил, а ребятам не дал сказать. Вот я надеюсь, что вы сейчас там их расскажете дальше. Можно я чуть-чуть добавлю? Я сделаю шаг назад про проекты, которые, типа, нужны долгие. Лингвалео мы делали, я лично делал на React Native полтора года. Ни разу, ни единого раза у нас не возникло проблем с breaking changes. Вы можете это обсудить в столовой на автопаде, ребят. Мы очень с радостью послушаем это вот там. Также у нас есть чатик Cocoa Heads. А, так вот у кого кликеры, я-то думаю. Да, да. Вот. Есть еще. И есть еще один слайд. Да, это чатик DevLits. Это еще один наш метап только для темлидов. Но если вы не темлид, все равно приходите. Больше метапов. Приходите, станете темлидом. Да, да, да. Обожаем метапы.